всем привет с вами канал артмания и сегодня я крашусь я хочу сын накрасили мы пойдем гулять вместе с мужем сегодня второй день 2 до 2 день моего отдыха не зря я поставил вас так близко ни одна моя голова была видна вот и я хочу сегодня накраситься я уже поухаживала немножко за лицом уже мазочку сделала скрабом вот немножко пенкой чтобы была она прямо такая гладенькая такая классная особенно мне вот эти вот проблемные места очень и они все время какие-то там козявочки появляются вот дорогами так проводишь сейчас вот гладко вот это радует очень взяла сейчас другой кстати камера стоит сейчас стоит здесь canon sony я не стала ставить потому что мы идем гулять и не хочу чтобы садился лишний раз батарейка вот так вот сейчас мы с вами начнем так мы начнем и конечно же какого господи пример пример такой пример литуале он стоит где-то рублей 700 я покупала со скидкой его в районе 500 но все равно 500 это многовато конечно так то не знаю для него может нормально здесь все написано на них иероглифах по моему тут только из по-русски вот так он называется вот да он имеет кстати два разных средства по виду вроде он такой вот обычный тюбик вот тут у него есть крышечка конечно я бы догадалась сама но мне сказали что есть крышечка и там под крышечкой находится крем где у вас самые самые проблемные места так с этим на зеркало еще поставить тоналка не тоналка макс фактор который нам потом понадобится спонж ритуаль также мне спонж из фикс прайса такие вот на них я делала обзор он тоже где-то там рядом есть и спонж они спонж а кисточка у меня тоже есть это и фикс прайса тоже делала обзор ну и кисточка конечно же качественная дорогая немножко подороже тоже нам я думаю понадобится также тушь макс фактор меня нам понадобится так вот я не знаю мне любят стрелки сделать карандашом ну так карандаш тоже возьму свои коробочки либо я не знаю либо просто тени нанести что-то не знали про голову ничего не приходит больше так что еще здесь у нас так жалкое подобие кисточки такую большую кисточку кстати еще не купила про нее вообще забыла сам самый первый зато исполнила про такую кисточку а вот про ту большую что-то я забыл надо будет сходить докупить ее может быть я даже сегодня и куплю посмотрим будет по пути летуаль губная помада вот розовый я очень люблю губные помады именно розовые и минут розовый я про вообще обожаю просто как-то самой молодости и есть у меня еще такая вот она тоже где-то оранжево-розовая такая молоденьких девочек такая так ну и все все накрою сейчас у меня коробочка там я на нее сейчас поставлю зеркальце вот так вот себе чтобы себя видеть чтобы не промахнуться вот волос убираем назад хвостик я делать не стала потому что через камеру я себя люблю больше с волосами с волос какая-то я не такая но это не знаю мне кажется каждая девушка так думает так и поехали не знаю я наверное сделаю это все потом в быстром режиме вот так назначит средство такое немножко жирненько но она такое это жестковато наносим его на проблемные кожи участки кожи так как мне сделать чтобы я от вас не отворачивалась вот и я поиска Продолжение следует... 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 Да, вчера еще залазила, смотрела... Хайтек она называется... Хотела у нее сделать отдельный ангел вариант... Но не знаю, посмотрим... Может быть сделаем... А, ну вот здесь, кстати, кисточка самая обыкновенная... Самая обычная, кстати, такая кисочка тоже хорошо. Она хорошо разъединяет. Мне, по крайней мере, такая нравится кисочка, а не какие-то другие подобия. Вот, в принципе, я накрасилась. Не знаю, ну, при разных попаданиях света на лицо, оно, конечно, смотрится немножечко по-разному. Вот, еще немножко у меня волосы так немножко торчат. Кстати, совет вам, как сделать, чтобы волосы немножко торчали кверху. Вот, как показывают в рекламах, там, помыли шампунем голову, у нее там такие волосы такие, там, торчат, да, там, кверху. Вот тут вот как-то вот, как вот у львенка такая вот, грива, да. Оказывается, все очень элементарно просто. Сухие. То есть, вы помыли голову, да. То есть, один день прошел на следующий день. Первый день у вас там они торчат, ну, я так думаю, торчат там в разные стороны. Второй день, поймала сейчас себя на мысли, что я разговариваю с камерой, как сама с собой. Вот, второй день уже старайтесь, так, второй день они у вас уже лежат спокойно, то есть, они уже не такие пушистые. Одеваете, вот когда вы моете голову, да, одеваете вот этот вот кокон, то есть, как бы голову вниз, да, волосы у вас вниз, и сзади вот так одеваете вот этот вот кокон и там назад его, да. То есть, ну, вот так же, вот таким именно способом, потому что есть разные сейчас. Вот точно так же, только на сухие волосы, одеваете его вот так вот назад, буквально минут пять-десять где-то походите, оденьте так, чтобы он у вас не спадал, потому что он, оказывается, спадает. Все-таки мокрые волосы его держат, вот, чтобы он у вас не спадал. И потом снимаете, то есть, это делаете на ночь. Может быть, кстати, когда, не знаю, я, может быть, не заметила, как у меня было. Я сделала на ночь, вечером я его сняла, сразу пошла спать, у меня с утра просыпаюсь, у меня вообще просто вот так вот волосы, они вот так вот торчат, они такие вот вообще, блин, они как в рекламе, классные такие вот, и они, то есть, уже не пушистые. Первый день они у меня пушистые, второй день они не пушистые уже, прям, ну, такие хорошие волосы. Вот, и они еще вот так вот лежат, так классные, до сих пор вот остался, я который день просыпаюсь с утра. Сейчас я уже резинку одевала, потому что ухаживала за лицом, там, умывалась, чтобы они не мешали. Вот, сейчас посмотрим, что у меня тут. А, ну, в принципе, да, вот они еще немножечко лежат, хотя уже, конечно, были прилизаны вчера, я шапки ходила. Вот, но, конечно, первый день после сна они прямо у меня вообще такие были классные, такие красивые. Я еще пожалела то, что сейчас не лето, думала, сейчас бы накраситься, если бы было лето, и просто пойти с такими волосами, было бы вообще шикарно просто. Вот, ну, к сожалению, у нас уже осень, уже не середина даже осень, уже поздняя такая осень. Поэтому без шапки тут уже нельзя. Вот, ну, можно вот таким вот способом немножечко их приподнять. Вот, такие вот они классные. Так, мы с вами уже почти целый час тут красимся. Так, туалетная водичка. Кто не знает, у меня целая коллекция туалетной водички. Я специально собирала коллекцию. И Dolce Cabana 3, это одна из моих любимых. Я очень ее обожаю. Это самый восхитительный аромат, самый-самый классный. Ну, не знаю, как чисто по мне. Обалденно просто пахнет. И он прям мне подходит. То есть, когда брызгаешься, идешь, допустим, по улице, и чувствуешь аромат своей туалетной водички, значит, он вам подходит. За всю жизнь, знаете, наверное, это второй или третий аромат, который реально мне подошел, который я чувствовала. Если вас от него тошнит или болит голова, даже такое бывает, тогда лучше не надо им пользоваться. Лучше продайте, подарите. Ну, вот, как бы, да, это немножечко обидно. Покупаешь такие деньги, тратишь, а в итоге... Так, вот я им надуханюсь, оденусь, сейчас наряжусь. И пойду. Все, давайте, пока-пока. С вами был канал ArtMania. Я на всякий случай попрощаюсь. Не знаю, на сколько затянется этот ролик. Скорее всего, это выйдет первая часть, я так подумала. Потому что вторая... Я не могу сделать больше десяти минут, потому что вы не особо смотрите. Поэтому, скорее всего, он просто разделится на несколько частей. Это первая часть, как я накрасилась. И пойду на свидание к своему мужу. Наряжусь сейчас. И пойду. Давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok